Вы писали это в Америке, да? Да, текст набивался в Америке, но перед этим я, разумеется, поехала в Китай, все посмотрела в себя на глаза, разумеется. Впервые вы оказались же в Китае, да, и вообще, как говорят, там так грандиозно, как рассказывают? Да, там грандиозно. Это потрясает, потому что я, как историк, я знаю, что еще совсем недавно в Китае все было очень-очень плохо, то есть цивилизация буквально разрушилась. Мао Цзэдун и его последователи постарались, чтобы там, это вот культурная революция, то есть камня на камне не осталось. Учитывая, что до войны, до Второй мировой войны, китайцы очень постарались, то есть они как бы шли в ногу со временем, старались идти в ногу со временем, это и кинематографы, и авиации, и радио, и... То есть все современные достижения цивилизации на тот момент, они все были освоены. Китайцами, понятное дело, что это распространялось только на крупнейшие города, а большинство населения китайцев все-таки жило в бедности страшной, страдало от эпидемии наводнений постоянно. Так вот, когда сравниваю, что как было и как все стало, это шокирует. И ты понимаешь, что этот мир, это мир глобальный, что глобализация совершается вот здесь. Потому что китайцы начинают говорить по-английски, они смотрят те же самые фильмы, что смотрим мы, что смотрит Москва, что смотрит Лос-Анджелес, они читают те же самые книги. Бизнес ведется по тем же самым стандартам, понятное дело, с некоторым национальным колоритом, но тем не менее, там есть Старбакс, там есть Макдональдс, там есть все те самые фирмы, которые выпускают одежду, технику, все прочее, прочее. То есть мир постепенно сужается. И вот здесь прослеживается очень интересная параллель. В 20-х годах, по сути, был прототип вот этого глобального общества, когда волей-неволей представители различных национальностей, они были вынуждены жить все вместе и как-то находить общий язык, худо-бедно. И вот ту эпоху глобализации, которую мы сейчас наблюдаем, ее можно как бы очень чутко скоррелировать с тем самым Шанхаем, Вавилоном, как его называли, 20-х годов. Ну, Шанхай, это слово стало на лицах. А, да, оно уже само по себе стало тем самым Вавилоном. Значение какой-то очень такой густоты, пестроты, значит, вообще нагромождение, значит, от домов, значит, жилья какого-то, да. Правда, подразумевается такое жилье, значит, не очень презентабельное, да. Оно там очень разное. Что вы здесь за Шанхай-то построили, знаете, как говорится по-русски. Ну, а вы застали следы вот того Шанхая? Да, там все осталось вообще к чести китайцев. Они очень берегут свою историю, и это очень приятно. Там есть квартал, который отреставрированный. В этих домах уже не живут люди, потому что жить там очень сложно. Но, тем не менее, он сделан для туристов, для своих, чтобы люди помнили, как оно все было. Там музей, кафе, магазинчики маленькие. Тем не менее, можно походить и посмотреть, как оно все было. То есть, это все так обновлено, и на это очень интересно смотреть. И там очень часто снимают фильмы, потому что вот эта эпоха Старого Шанхая, она в некотором роде культовая для китайцев. Потому что это ведь не только эпоха опиума, не только эпоха бешеных денег и зарождения организованной преступности. Потому что самая организованная преступность, вот эти триады, оно же пошло из Китая, от этих вот древних обществ, которым многие сотни лет. Это не на пустом месте все родилось. И, кроме того, там можно посмотреть на старые европейские здания. Потому что Шанхай, ведь он был рабочей деревней до того, как туда пришли белые колонизаторы. И только после того, как они создали там порт, вот этот пункт, из которого, куда приходили суда европейские и американские, и потом эти товары распределялись по всему Китаю. Это же янзы, это такая одна из основных артерий транспортных в Китае. Ну и потом оттуда уже приходило сырье, оттуда уже приходили китайский товар, колониальный товар, который очень сильно ценились в Европе. Тот же самый чай, шелк, фарфор. И таким образом Шанхай стал таким перевалочным пунктом. Так вот, европейцы там создали свою архитектуру. И этим Шанхай серьезно отличается от других китайских городов. Потому что, когда выходишь на набережную Бант, или Бунт ее по-разному называют, ты видишь, это совершенно европейский город. Это здание Шанхайского клуба, здание банков, здание редакции газет. Это Европа. Европейская архитектура в чистом виде. Европа-го. Да. Да. Ну, сейчас русские ампенди, знаете, повалили в Китай, но уже там, конечно, и Челноков, да. Вот. Потому что, конечно, дешево и сердито там все. А вы вот эту книгу, когда писали, вы рассчитывали на американский отрывок? Да. Мы, как бы, план был такой, и мы его придерживаемся, что сначала мы эту книгу выпускаем в России. Мы это с мужем, да? Нет, мы это с издателем. С издателем. Мы, как бы, это билет покупаем. А чем он занимается? Он занимается компьютерными технологиями, базами данных. Он, уволенник, начальник бочалок, командир такой в этой сфере. Это сложно там. Он мне объяснял много раз, что он делает, но мне так далеко от моей работы, что я не в состоянии запомнить. Но я знаю, что это связано с информационными технологиями. И так, знаете, вы имели в виду американский язык, значит, книга и переведена? Мы начали уже переводить книгу на английский, но сначала здесь есть такой хитрый ход. Дело в том, что в Америке переводная литература – это меньше 1%. Ну, коль скоро существуют, как бы, все основные мировые бестеллеры, они пишутся на английском языке, то в бюджеты издателем расходы на перевод не закладываются. Эта книга, она написана в форме стилизации, стилизации под язык начала XX века, и в нем соблюдены все сленги, которые используют представители тех или иных социальных слоев. Жаргоны, то есть если у меня неграмотный священник, полуграмотный священник, он будет изъясняться на одном языке. Если это высокообразованный журналист, он будет говорить совершенно по-другому. И еще будут учитываться сленги национальные, то есть девушки-флейперс, которые в 20-е годы, те самые, которые стригли коротко волосы и отплясывали черстом, то есть у них свой жаргон. Которые тоже надо соблюдать для того, чтобы мир этот был объемный. Так вот, такого рода перевод он стоит очень дорого, потому что с ним справится только специалист, который очень начитан не только в российской литературе, старой в том числе русской литературе, но и в американской, которая относится к тому же самому временному периоду. Так вот, чтобы такой перевод мы могли предложить издателю в Америке, мы должны ему доказать, что книга будет востребована. К сожалению, у России нет опыта продвижения книг на Западе, потому что даже наши самые лучшие писатели, вот «Цвет и гордость» российской литературы, они практически неизвестны в Америке, ибо никто не занимается их продвижением. То есть над этим надо работать просто. Оно само... До Владова переводили. Переводили, но его знают только специалисты. У Литского переводили, но тоже только специалисты. А как бы мегабестселлеров после Пастернака их не было. И поэтому, к сожалению, вот на Пастернаке все и закончилось. Я имею в виду вот как бы та литература, которая на слуху. И то, что в Америку можно войти иностранцам, мы это видим. То есть существует итальянская литература, которая очень ценится, Эко, Барико. Существует японская литература с мураками и прочими писателями, которые тоже очень ценятся. У них свои поклонники, своя как бы... Даже школа в некотором роде литературная. И если мы хотим, чтобы российскую литературу слышали, чтобы она была услышана, нам надо говорить так, чтобы нас слушали.